Здравствуйте, товарищи! Сегодня тема лекции «Классы». Вот через этим хотелось бы у вас спросить, а кто открыл «Классы»? Не знаете ли вы, случайно? Не знаю. Тогда пойдем, значит, по такой дороге. Значит, я думаю, что понятие «Классы» в разных науках употребляется, правда? И оно связано с таким действием, которое называется классификацией, правильно? То есть как-то классифицируют, кого можно классифицировать, что угодно можно классифицировать. Можно, скажем, классифицировать музейные ценности, правильно? Это к такому классу, это материальные ценности, это духовные ценности, это живописные, это литературные сочники, это скульптуры, да? И вот на всякие классы разделить, и получится некая классификация у вас. Причем классификация может быть конкретная, под конкретные задачи. Значит, скажите мне, какие у вас задачи, и я вам расскажу, какую тогда классификацию надо провести. Или наоборот. Я вам какую-то задачу ставлю, а вы в соответствии с этим делаете классификацию того, чем вы располагаете. Потому что, вот скажем, музеологи, они чем занимаются? Поскольку музей это, а, учреждение, которое собирает предметы историко-культурного наследия, да? Ну, собрали, и все. Так надо, и дальше что делать? Изучают. А вот это изучение, в процессе этого изучения, и происходит классификация, правильно? Разные виды. Вот. И изучают, и сохраняются, мы говорили, да? Какие классы у вас сохранились, какие плохо сохраняются, и так далее. И как сохранять, в зависимости от того, какой класс этих ценностей, они по-разному и сохраняются. И требования другие, и нормы другие. И пропагандируются. Вот сейчас мы будем пропагандировать прежде всего такие, а потом будем такие, в зависимости от событий, от дат. От всяких, так сказать, каких-то моментов в развитии страны, когда на первый план могут выходить такие вещи, которые, вот, заслуживают поддержки со стороны логолога. Ну вот, значит, если мы возьмем науку биологии, как вы понимаете, там есть классификация чего? Ну, прежде всего, значит, животных, да? Какие животные будут? Как их классифицировать? Надо придумать принципы. Как бы, как бы вы принцип вот придумали, как классифицировать животных? То есть, чтобы это было не произвольный какой-то принцип, а такой, который брал что-то такое существенное, а не просто там, вот, там, цвет глаз, цвет полос. Есть ли пятна на шкуре или нет пятен на шкуре, это как-то не очень существенно. А вот, как классифицировать? Вот, скажем, шкуры, которые уже сняты с животных, их классифицируют очень просто. Есть такой метод, который называется очень красиво. Органолептический. Знаете, что такое органолептический метод? Ну, органы, я думаю, с вами, это организмы, люди. Так, а лепота, знаете, что такое? Красота. Вот, берут эту шкуру и смотрят, солнце есть, на солнце смотрят. Если дырка есть, если солнце просвечивает через шкуру, а почему она просвечивает, откуда дырка? Дырка, потому что оводы проели, оводы, когда живая была, эта корова. Сюда. Если дырок нет, не просвечивает, сюда. И классифицируем на те, которые не дефектные, нормальные или эффективные. Ну, такая классификация. Ну, а живых как? Живых вот с чем? Как вот сильно? Что существенно для животных? Существенно, что они? Не просто, если что они едят, это вам надо копаться, изучать очень много, потому что некоторые много чего едят. Хотя это существенно, скажем. Свиньи едят все то же, что и люди. Потому что люди едят все, поэтому и свиньи тоже едят все. И так, если мы будем классифицировать по еде, у нас ерунда какая-то получится. То есть мы, видимо, потому что люди не хотят попасть в тот же класс, который свиньи, они как-то в другой принцип находят классификации животных. Значит, животных классификают потому, с помощью чего они добывают пищу. и второе, как они защищаются от врагов своих, да? Скажем, лошади, чем выделяются? Они травоядные животные, да? Что они едят? Едят овес. Сено, это только в неволе. А если это дикие животные, такие, как лошади, мустанги, они питаются травой. И поэтому травой, в крайнем случае, только кустами, какие-то мелкими. Но, следовательно, как узнать, хорошая лошадь или плохая? Думайте. Не знаете такой поговорки? Дареному коню в зубы не смотрят. Это дареному не смотрят, а не дареному, если вы покупаете коня. Что вы должны посмотреть? Зубы какие у него? Если зубы у него плохие, он захереет и долго не протянет. Поскольку с помощью зубов он добывает себе пищу. Вот один из критериев отбора. Вот вы разделили коней на плохих и хороших. Но если дареный конь, ну, как говорится, уж какой подарить его подарок, то то и спасибо. Правильно? Потому что все, что мы, как зубы, начнешь смотреть, а что вы мне подарили? У него зубы не такие. Ну, ты никогда будешь покупать сам? Покупай, как вы хочешь. А вот такой мы тебе подарили. Не нравится это? Можешь выбросить потом. То, что подарил, никак не влияет на то, что подарено уже потом, когда он подарил их. И еще чем они защищаются от врагов? Как? Лошади чем защищаются? Кусают врагов или нет? Чем защищаются лошади от врагов? Не знаете? Ногами. А? Ногами. Ногами, да. То есть они могут такой удар задними, задними ногами, передними, передними никакого удара особо-то не смогут. А задним очень сильный удар, такой, который может свалить любого человека и животное и нанести ему такое повреждение, от которого он не скоро оправится. Правильно? Если он будет здоров, а куда попадет? Копытом. Этот конь. Правильно? Значит, и вот этот принцип зоологии, он применяется. то есть посмотреть, с чем, чем люди, с помощью чего они питаются, каким образом, с помощью чего они, как они добывают пищу. Например, кит, как он? Хищное, так сказать, это животное, или как вы считаете, или нехищное? Вы что, травой питаете? Морскими водорослями? Не знаете, чем кит питается? У вас он в музей не попадает? Ну вообще, киты, если не целиком, то, по крайней мере, скелеты-то бывают. Вот у нас зоологический музей есть? Были там, да? Там мамонты даже есть, которые из Сибири привезли, там наклеили мамонты. Видели? Нет у нас. Зоомузея не были зоологического музея. Вот как к нам идешь, вот с Пушкинской площади, сразу справа, там зоологический музей. Так. Ну, киты лангсоном питаются. Они так втягивают себя и мелких этих животных, морских, не разбирают. Недавно человек попал так ему случайно с акваланом. Плавал буквально на прошлой неделе. Ну, поскольку аквалангист был такой опытный, он так глаза закрыл, рот закрыл и ждал, когда его выплюнет кит. Кит не ян. Людей не ян. Вообще просто. Поэтому кит его некоторое время выплюнул, а тот выдержал. Не стал там трепыхаться. А тот, кто-то спереку его проглотил и все. Не из того, что он его хочет съесть. Ну, представляете, у вас ворот он там что-то выдвигается. И все. Хорошное дело. Так что жив-здоров этот товарищ, все хорошо. Он проверил, что кит людьми не питается. То есть, это вот узалка. А как? Значит, у ботаников. У ботаников вот есть такие книги вот такой толщины. определительные растения. Вот у меня дядя занимался такой, Борис Иванович Увалов. Мы с ним ходили. Он тогда, по-моему, композитор, но он же односторонний. И вот мы с ним ходили в Тамбовской области в лесы, пока по дороге в лес. И определяли растения. Как их определяют? Какие листья, какие корни, так, какие у них тычинки, какие пестики, и все. Все, так сказать, все. Посмотришь, как они, эти цветы, размножаются. Или они размножаются, значит, путем опыления. Например, гречиха, она только пчелами опыляется. То есть, если вот пчел не будет, гречихи не будет. Поэтому пчеловодство неразрывно связано с... Вернее, правило, что гречихи неразрывно связано с пчеловодством. А пчеловодство может быть и без гречихи. Таких всяких цветов много, самых разных, на которые садятся эти самые пчелы и берут и пыльцу, и... и то, из чего делаем мед. И вот, если вы не знаете это растение, вы по этим признакам можете, смотря по этим признакам, определить, что это такое. Мы так, например, нашли мыльный корень, который вот берешь, это такая невысокая травка, с такими розовыми цветочками, соберешь кучу воды налил, так как потрешь и мыло такое получается. Никакого мыла не надо. Красота. В лесу мы, но так определили валерьянку. Так вот вы валерьянку в аптеке вы можете определиться. По каким признакам? По буквам. валерьянку. Или спросите это валерьянка есть у вас или нет. Или вы можете определить так, понюхать коту. Если кот сразу начинает около нее так и всяко издеваться и крутиться, это точно валерьянка. Вот мы принесли эту валерьянку из леса, но просто не знал, куда деться кот. вот эти валерьянки не отходили. То есть в ботанике есть классификация. То есть классификация это обычный прием в науке. Какой? В чем связан? Вам надо очень большое количество. Ну сколько видов растений? Наверное десятки, а может быть сотни тысяч. И как вы собираетесь изучать неклассифицировать? Точно так же сколько экспонатов может быть? Самых разных. Ну вы как определитесь по каким классам эти самые экспонаты распределять? Тем более что музеи это разные. А какой-то принцип тормозе один для всей страны. Поскольку это государственные учреждения их поддерживают. На этом средства выделять правильное на хранение того и сего. Вот. Ну я думаю что поэтому вы также можете догадаться что в общественной науке тоже в науке об обществе нужно квазифицировать кого? людей. Как классифицировать? Ну есть такие простая классификация которую не надо выдумывать поэтому ее никто и классификация не называет что на две половины делится человеческое общество на мужчин и женщин почему почему это пол пол это что такое это половина ну точно это не это половина ну так приблизительно половина вот то есть пожалуйста значит по полу можно делить можно по другому делить значит по свету волос блондины брюнеты шатены и рыжиков чубайс говорят что в деревнях сейчас всех злых собак называют чубайсами рыжих псов самых злых почему потому что чубайс столько денег набрал и столько там вреда нанес народу что никто иначе не может к нему относиться ну кроме дружков его конечно у него братец есть экономист вот так вот какой же принцип взять у вас какие-то мысли есть у вас нет а вот как вы думаете представители какой науки ввели в понятие классов в истории какой экономисты юристы фикосов или кто биологи биологи да муково нос крючком это одно нос пятачком другой значит вот это вопрос исторический потому что есть история науки и можно узнать кто ввел понятие классов если вы обывателя спросите обыватель у нас представляет себя сейчас очень грамотно он сразу скажет это Карл Маркс потому что Маркс он знает шибко умный был поскольку он шибко умный то ему и приписывают то что он делал и то что он и не делал сейчас реклама идет капитал Карла Маркса они опустили но можно догадаться какой Карл капитал Карла в связи с этим товарищу Марксу пришлось открещиваться еще в давние времена от того что не он придумал классы потому что не только сейчас многие считают большинство можете вот поспрашивать так для интереса вам многие скажут что Карл Маркс придумал классы имеется ввиду общественные классы то есть людей как делись так вот я принес документ поскольку с народом надо же как-то научно общаться доказательно так легко проверяем это вот Маркс написал письмецо своему другу Иосифу Вейдемейеру в Нью-Йорк из Лондона 5 марта 1852 года что касается меня то мне не принадлежит ни та заслуга что я открыл существование классов в современном обществе ни та что я открыл борьбу между собой вот Маркс открыл учение о классах в борьбе Маркс историки короче историки ну какие буржуазные не буржуазные важно кто открыл правильно не химики открыли а историки а буржуазные экономисты экономическую анатомию классов изучили то что я сделал нового сейчас вы узнаете что сделал нового Маркс потому что это он Маркс что считает что он сделал зато про него много чего наговорено неплохо послушать еще и автора то что я сделал нового состояло в доказательстве следующего первое что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства чувствуете почему я сегодня поставил вопрос о классах мы только что рассмотрели с вами определенные фазы развития производства мы с вами рассмотрели в прошлый раз общественный экономический формат правильно вот поэтому самое место теперь говорить о классах не в отрыве от фаз развития производства а в связи с тем что эта классификация дает разные классы в зависимости от того какой общественно экономической информации вы прилагаете эту классификацию где вы ее проводите то есть принцип-то может быть один а он дает разные результаты потому что нет вообще классов есть классы рабовладельческого общества и вы знаете что это за классы если я спрошу вы же не скажете что вы не знаете какие классы в рабовладельческом обществе какие классы вот если я был бы студентом я бы додумался что если общество рабовладельческое один класс точно есть уже больше трех получишь рабовладельцы в рабовладельцев это уже написано рабы и владельцев это надо же я то вам другое предлагал чистый философский подход если вы что-то не знаете я спрошу что вы знаете об этом что вы должны сказать есть вот а что вы не применяете и все мы знаем что есть эти классы все уже вы ответили а дальше я уже в положении человека который пристает люди ответили а он опять ну сколько можно измываться над студентами правильно то есть надо же как-то остановить поток этих вопросов а то будет еще это допрос что ли у нас это же не допрос мы же где находимся мы же здесь в университете в офисе не последствия так что это очень важно вот так что какие классы в феодальном обществе тоже вы знаете а феодал раз уже один класс есть все а вы уже ответили а вот и вы не ответили тут же важно кто первый скажет а второй ну за счет кого феодалы живут скажите пожалуйста за счет своих а за счет своих рабочих рабочих там есть это новые науки новые вот это приятно у нас все-таки историки студенты музеологи вроде их дело копаться в каких-то там древних экспонатах они раз и новое слово в науке бац есть рабочие в феодальном обществе у феодалов на феодалах работают рабочие металлисты слесари токари сварщики наладчики станков ЧПУ отказывать отвлекайтесь от своих слов лучше покаяться а повинную голову и меч не сечет правильно мы же все как историки должны рассуждать это мы уже знаем все и все больше спорить и нечего нападать нельзя ну так как а вот а вы-то знаете помещики феодала феодала слово какого феод а что такое феод кусок земли ну что пустая земля кто на этой земле что производит кто производит люди которые на этой земле я бы на вашем месте додумался до слова землепашцы или земледельцы по крайней мере ну если они на земле что-то делают хозяйничают на земле да то это или землепашцы или земледельцы что-то делают они с этой землей а что они делают на этой земле а делают А выращивают скот, полевые культуры, и животноводством занимаются, полеводством и животноводством. И как называются эти люди, которые занимаются полеводством и животноводством в интересах к албогам? Если это феодальное общество, то там главное. Вот эти вот, которые там Пётр выращивает или которые имеют эти самые в собственности феоды, то есть феодалы, кто там главный? Есть класс господствующий, есть класс подчинённый, да? Подчинённый феодал. По-русски это как феодал. На русский можете перевести феодал? А вы историю России тоже изучали? Только иностранную только историю изучали? Или вы историю России не успели, она сложная? Помещик. А помещик, это от козла, поместка. А место это что? Это и есть феод. Помещик. Знаете? Видите, какой у вас прогресс? А вы там всё-то остаёте, да? На места. Остаёте, да. Сейчас буду классифицировать на тех, кто знает, кто такие, как называется классы, и тех, кто не знает классификации. Так, дальше пошли. А следующее общество-то буржуазное, какие в нем классы? Буржуазия. Буржуазия. Надо быстрее было учиться. Вы не понимаете, вы как... Я вот сейчас вам расскажу, как мы как-то с детьми, с внуками пошли показывать, как там утки матери кормят этих самых и учат своих детей, утят. И вот там, ну вы знаете, сюда так вот, весной так красиво плавает, так вот, такой селезень весь тут украшенный зелёной головой, такой прямо переливается таким, знаете, с галстучком, такой весь хорошенький. Ну, потом, когда, значит, утка, а утка какая невзрачная, такая совсем некрасивая, а почему? Не думали на этом всём? Специально такая вот некрасивая, да, чтобы никому не нравиться. Как вы думаете, почему она такая невзрачная? Мысли есть? Ну, что они, в принципе, как бы самцы конкурируют. А? У них самцы, по-моему, конкурируют, а не самки в врачных городах всяких. Не знаю, самцы все красивые. Ну, вот у нас, например, зачем в красивую одежду одеваются женщины? Зачем? Чтобы их заметили или что их не заметили? Даже некоторые модные одевают, это чтобы все заметили, что они одно и то же одевают, потому что мода-то одно и то же требует. Ну, чтобы заметили, что... А утки должны думать о том, чтобы их заметили, когда они сидят на ядер, или чтобы их не заметили? Чтобы их не заметили, потому что их... Кто заметит, их съест. Это как бы животный мир. Все едят. При этом все лезни куда-то пропадают со всей своей раскраской. Их вот до осени, и всё, их не увидишь. До свидания. И вот мамаша высидела этих, ну и дальше она вот с ними, это твои детки, и вот, пожалуйста, и воспитывай. Вот они воспитывают. Плывет семерка этих самых детишек и мамочку впереди. Вот мы им булку раз кидаем. И думаем сейчас, и так и думаем. И мы, и дети наши, что сейчас, так мало сказать, как куры, знаете, как они на цыплят на место ядер, так сказать, вот цып-цып-цып, так сказать, что-то показывает, там разгребает ногой. И вот, а утка, значит, вырывается из этой семерки так, жжжжжжжжжжжжжжжж-кили, все, поэтому и проглотила. А эти все... Второй раз кидаем голову. Опять утку раз сюда. А они, а-а-а, вернулись эти, мальцы, и опять утка проглотила. Третий раз кидаем. Один какой-то шустрый. И проглотил. А уже матери ей никому не досталось. И дальше мы смотрим. Мы-то думали, сейчас будет идиллическая такая картина. А выяснилось картину, что мать привычает их к тому, что прощелкаешь, не схватишь и будешь ни в чем. Поэтому в животном мире это чувствуется. Такая и окраска бывает. Ну а здесь у нас в человеческом обществе тоже есть борьба определенная. Ну в какую одежду? Красиво одеваются дворянецы? Красивые? Дома у них красивые? Вам нравятся такие дома? А что вам больше нравятся? Избушки крестьянские или вот такие дворцы, как в Петербурге? Вот мне больше нравятся дворцы. Хорошо. А что дворяне сами построили? Говорят, Петр построил Петербург. Правда, тяжело было одном город строить. А Монферам построил Исаакиевский собор. Вот особенно колонны было тяжело поднимать. Вот представьте себе, как Монферам было тяжело. Ну там были, конечно, люди, которые построили, но это все не в счет. Или, может быть, вы даже не знаете, что вот эти вот есть форты между, скажите, Горской и Лавоносовым форты. Это все искусственные острова, у которых были волноломы, поставлены пушки. А между этими фортами, я знаю, потому что я там рыбу ловил мальчишкой. На лодке. Приплывали между первым и вторым фортом. И нырнешь, значит, где-то 2 метра от поверхности воды, и начинается подводная стена из вот таких волнов. Вот так вот шириной где-то метра полтора. И вот так дальше. Идет 8 метров. То есть всего 10 метров. Мы это легко отмеривали, потому что мы там акуней ловили. Поэтому леску. Съезжали. Потом посмотреть можно, сколько это метров. Два метра над этой стеной. И дальше стена. И этот между всеми фортами. Кроме тех, где вот есть проход для кораблей. Поэтому с того момента, как вот сделали это, инженерные эти сооружения, поставили эти форты. И сделали подводный ряж. 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 Ряжи таки. Стало неприступно. Никто не пытался. Но все это уже знают. Разведка донесла. Туда не надо лезть. Потому что тебя будут расстреливать с этих фортов и с пушек. А ты будешь стоять, и от кораблика дырки одни останутся. Какой бы он ни был. Там корабль, лесков, он такой мощный и так далее. То есть такая система инженерных сооружений, которая абсолютно защищала нас с моря. Поэтому, скажем, в Великую Отечественную войну все с пушки, с кораблей были сняты. И туда. А некоторые дальнобойные прямо корабли стояли в Неве и стреляли по оппозиции. Они же далеко могут стрелять дальнобойные. Вот такая картина. Но это мы рассмотрели с вами в феодальном обществе. Но в разном-то обществе какие классы вы знаете? Вот вы знаете. В Гуржаде и Питере. И кто? Ну, вы даете. Я думал, сейчас скажете, первое что скажете, рабочие. Думаю, раз уже вы говорили, я вам специально навстречу пошел. Думаю, вот. А вы говорите, нет, мне ваши подачки не нужны. Я гордый студент, кого-то скажу наперекор, и все. Ну, что делать, дядя? У нас, во-первых, сейчас не экзамен, правильно? Это у нас же шутка идет. Все. Хотя в каждой шутке есть доля шутки. Это тоже там есть такое понятие. Значит, буржуазии рабочие, да, основные классы? А вот третий класс, я думаю, что вы не назовете, а третий класс буржуазного общества к вам. Вы так, такие познания тут, и напросились на сложный вопрос. Третий класс какой? Во всех разных обществах, ну, в реальных таких, которые были в истории, не абстракт, не в абстракции, как вот скажем, в капитале, в первом томе, там есть абстракция. Там вот только рабочие и капиталисты. Но ни в одной стране такого нет. А еще третий есть класс. Как он называется? Чувствуете, чем я сейчас занимаюсь? Как вы думаете, чем я сейчас занимаюсь? Интеллигенция какая-то интересная. Интеллигенция не класс. Я цену себе набиваю, что я узнаю, а вы нет. Ну, как-то надо сказать, что все-таки я профессор, а вы еще студенты. Ну, к чем-то надо выделиться. Сильно много, хотел не сильно выделяться, но поскольку вы не знаете, то я сразу тут, можно сказать, возрос. Можно я скажу? Мелкая прогнозия. Мелкая прогнозия. Но это еще не значит, что вы поняли. Потому что мелкая буржуазия, некоторые понимают, как маленький буржуй. А это не так. Потому что маленький буржуй, это кто? Это буржуй. Правильно? А мелкая буржуазия, это не буржуй. Мелкая буржуазия, это трудящийся. Трудящийся. Не эксплуататор, а трудящийся. То есть у него есть средства производства свои. И он производит продукцию. Но производит он продукцию не для себя, а на продажу, как товар. То есть это товаропроиводитель. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Рынок я тоже могу спросить, что такое. Знаете, что такое рынок? Были на рынке? Что такое рынок? Это уже, конечно, не история. Это политоканал. Рынок, что такое? Ну, правильно, что мы эти слова, которые употребляем, определяем? Правда? Иначе получается, что мы что-то такое говорим, как дети. Дети, они повторяют все правильно. А попугаи, тем более, все правильно повторяют. Вот если, потому что дети, они так вот не так говорят. А попугаи вот один к одному. А мы должны разбираться, что это такое. Рынок. Что это такое? Это сфера купли, продажи товаров. А купли, знаете, что такое? Кто знает? Вы ничего не покупали никогда? Что такое купли? Как вы думаете, когда вы покупаете, что вы делаете? Крем-ритран. А? Крем-ритран. Приобретаем. Да и приобретать это не проблема. Зачем для этого рынка показывают? Показывают, как приобретать. Посмотрите, что вы у вас две руки, а я приобретаю. Уходим на бурь, а я вас две. Я приобрет? Нет. Крем-ритран. А, вы приобретаете. Я с этим не сходу, само собой. Как вы приобретаете? Это вот так, как я, что ли? Это вы пришли туда, где бандиты? А, или вы сами бандиты приобретали. Вы на рынке, то есть увидели, что плохо лежит, и приобретаете, и приобретаете. И прошли по рынку, и вот такие карманы. Вы много такие одежды берите, в которых много карманов. Пока бабушка отвернется, раз сюда, морковь, капусту. Вы так приобретаете? Нашейте побольше кармана, и все. А если что-то будет, кто кричать? Если кто будет кричать, я вас научу дослеживать. На, подавись. И больше не будут кричать. Это проверено. Так, можно я скажу, купли – это обмен денег на другие товары. У вас деньги есть? Вот это легковесный подход у вас, чисто вот. С чего вы взяли, что у вас есть деньги? Потому что, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, что такое деньги. Я сейчас у вас спрошу, а вы не скажете. Вот если вы не скажете, так вы можете утверждать. Я вот удивляюсь. Деньги, кто скажет, что такое деньги? Вот смотрите, вот это у меня, вот это у меня магнит. Ну, чтобы закрывать. А это? То, что некоторые думают, что это деньги. Вот вы думаете, что это деньги. Фокус. Из чего сделана эта штучка? Металл. Вот металл. Еще бы не хватало, если бы она из пластмассы сделана. Металл. Это не из металла сделан? Уже нет. И что? Для него мы сделали металл. Вы в школе учились? Какой металл притягивается к магнету? Золото. Серебро. Медь. Алюминий. А цветные металлы не протягивают. Какой металл притягивается к магнету? Магнет. Ну давай, музеологи-то это вот должны знать. Я считаю. Вы же там, ну хорошо, керамические изделия и магнит. Нет. Железо может быть. Железо. Вы включитесь вот. Включитесь. Вы что, договорились, что она отвечает, а вы нет? Я записываю. Ну да, ну вы дали ей что, она записывает. А потом у нее ничего не останется, а у вас полный конспект этого дела. Так. Видите, как хорошо? Красота. А вы говорите, деньги. Только для этого надо знать, что такое деньги, для того, чтобы говорить, что это деньги. Может быть, вы скажете, что вот это деньги. Вот сейчас еще. Проверим. О. Вы когда-нибудь читали, что на этой бумажке написано? Да. Что там написано? Билет по окрашиванию. Билет. Короче. Ну, вы сейчас знаете, как, молодежь, короче. Что короче это будет? Билет. Это деньги или билет? Да или нет? Деньги. А? Деньги. Нет, пистолетов нам не выдают. Чтобы не раскреплять студенты. Написано, билет. Вы на этот билет можете пойти и получить деньги. И чтобы знать, что такое деньги, надо знать историю. Быть историками, как вы. Не как я, философ, а как вы, вот, историки. История денег, если ее изучать, состоит в том, что деньги, это такие товары, которые обладают свойством всеобщей обмеренности. Все охотно их берут. Почему? Потому что, если они им не нужны, они другому отдадут, получат на эти товары то, что им надо. Это товар эквивалент. Есть товары, все товары, какое-то удовлетворяет потребность. А этот еще товар, вдобавок, удовлетворяя какой-то потребность, является товаром эквивалентом. Например, в России. Если мы будем брать историю России и повесим первые деньги где-нибудь в вашем музее, где вы будете там работать, то первые деньги будут выглядеть так. Это шкурки песцов. Вот представляете, я прихожу к вам, у меня тут песок, вот тут на поясе. А вы продаете, вы мед, а вы яблубежку. Корюшку? Отлично, вы курюшку. Я вам раз песца, а вы мне корюшкой отпаливаете. Столько. Это сейчас она, 500 рублей. И раньше весь город был завален этой корюшкой. На каждом шагу стояли эти самые лотки с корюшкой. Потому что у нас корюшка, ну просто немеряная эти корюшки. Во-первых, Невская корюшка. Во-вторых, Ланужская корюшка. В-третьих, корюшка из финского залива. Здесь, если корюшку ловить, ну здесь залиться можно. И ловили даже корюшку иногда на курючке голые просто. А корюшка идет, и на курючке наезжают. Потому что едва, вот стоят, но сейчас не разрешают вообще ловить. Стараются, чтобы не ловили. Надо, если ловить мало, поставить цену 500 рублей, и пусть, если хотят кушать, пусть заплатят по 500 рублей за кило корюшки. Это для студентов, чтобы они знали. Поэтому слово корюшка для вас это как бы так. Так вот, поскольку песцы, они легкие курки эти, и вы всегда можете песца поменять. Все нужны из них шапки шили, могли какие-то здесь вот подорочку сделать, очень красивую. Шубу можно было песцовую сделать. Знаете, песцовая шуба, вот это врат вам денежки. И часть денег сшита первичная. То есть товар всеобщий обменивается. Песцы, или. У вас слово рубль. Ни на что не на это название. Рубль это от какого слова? Рубить. Рубить. А что рубили? Голову? А что? Слитки. А? Слитки. Слитки какие? Сирен. Все знают. Я хотел это сказать, что я знаю, но ничего не получилось. Ничего не получается. Сказать, он пришел, лектор, ничего не может нового рассказать. Сказать, и студентам приятно, но толку вроде как нет этих лекторов. Но все только, все, еще не спросят, все отвечают. Значит, отрубали. Кусок серебра. А вот это же можно поменять на кусок серебра? Раз это билет, то придете в банк. И это не деньги, а их представители. Видите разница? Вот, допустим, если вы ее представитель в суде, она туда не пойдет, а вы будете там сидеть и отвечать на вопросы. И что это защищать? Представители. Вот это представители, билеты. Если билет порвал его, и все. А если даже бы его порвали, можете пойти с Бербанкой, вам все равно доточки на него. Почему? Потому что это просто билеты. Они же подплечены. Потому что от этих ваших рублей, которые отрублены, серебряные, от них же легко еще, где-то плакогурцы от них, хоп-хоп, откусить, зубами откусывали некоторые. Ну, а золото вообще идеально для этого дела. Золото что-то можно откусить зубами. Поэтому, если золото ходило в качестве денег, потому что золото я вам дал, а потом вы на это золото у нее что-то купили, а она пошла в третье место и там купила. То вот это золото, значит, решили, что это дело не пойдет, что-то, ну, как же, будет откусывать цари или князья цари делают из него монету, но из золота. Только что, если это золотая монета, так я золотой откушу. И то это было, пока они увидели цари, что вот уже я ее откусываю, она все равно функцию выполняет. Потому что никому это, собственно, золото и не нужно, а и на это золото другое приобретут. Потом опять золото получат и снова еще приобретут. Поэтому это просто, так сказать, какой-то посреди, товар-эквивалент, который, самое главное его, не то свойство, что он сам по себе золото, драгоценность. Можно всегда из золотых монет сделать себе там ожерелье. Но можно их использовать просто как товар-эквивалент. И вот решили, что увидели уже те же самые цари и князья, что прекрасно ходит, совсем меньше там веса, сколько считаться, сколько должно быть. А все равно выполняет те же функции. Тогда взяли и когда чеканили монету золотую, закладывали туда меньше золота, чем написано. Написано вот столько, а на самом деле меньше. И те же функции выполняли. А тогда решили, а чёрт, а мы и золотые допечатаем, давайте медные делаем. И пошли медные деньги. Уже не серебряные, не золотые. А медные это уже, ну как, от них польза только вот в одном. Ну что вы из этих медных денег? Потом кастрюлю медную сделаете, если их много наберете. Поэтому эти медные деньги стали выполнять уже функцию представителей денег. На эти медные можно было купить золото, правильно? приобрести. Ну так вот, рынок это такое место, где товары обмениваются на товар-эквивалент, то есть на деньги. Это называется продажа. Вот если я продаю что-то, получаю от вас деньги. Это я. Это что? Это продажа. А если вы приходите с деньгами ко мне и получаете от меня товар, это купля. А вот это место, сфера обмена товара на деньги, а денег на товар, называется рынком. А вот, а раз мы знаем, что такое рынок, тогда мы можем сказать, что такое мелкий буржа. Это мелкий ходячий, работающий на рынок. Этот человек работает своими средствами производства, у него есть лопата, у него есть кирка, у него есть тележка какая-нибудь, у него есть другие приспособления, какие необходимы ему к труду. Грабли у него есть, виллы у него есть и так далее. Вот он ими работает. Вручную или с помощью вот этих нехитрых орудий, которые тоже в музее везде есть, средства производства, которым работает крестьянин. Но если он сам съедает, то он патриархальный крестьянин. То есть патриархальное производство. Я выросил огурцы и съел. Выросил помидоры и съел. Выросил капусту и съел. Заготовил на эту самую капусту на зиму и эту квашеную капусту мы всей семьей едим и с картошкой и хрустим. И огурцы соленые посолили тоже. Банки открываем и едим. Раньше никаких банков не открывали, были бочки. И как вы понимаете, в бочках огурцы вкуснее, чем в этих стеклянных банках. Хорошо засоленные, там укропчик положили, чесночок. Все хорошо. Вот это мелкие буржуа. Целый класс. Их много. Их и сейчас много. Полно. Которые трудящиеся, но трудятся на рынок. Какая формула у них сам был, где деньги надо. Раз они есть не будут, поэтому они должны получить деньги, то они стараются в эти деньги, в то, что они делают, запихнуть то, что никому не надо. Им не надо. Поэтому вы видите всякие добавки туда засовываются. Вы видите, что продают. То есть, если кто-то производит для обмена, для продажи, он не удовлетворение своих потребностей. Поэтому не удивляйтесь, что в колбасе много всякой дряни. То есть, вам дряни туда заложили? Написано, допустим, вчера я подхожу. Я читаю, грамотно я читаю. Из чего сделана колбаса. Написано. Говяжьи сосиски. Открываю. Первое. Состав. Мясо птицы. Дальше я не читаю. Ну, я вообще понимаю, что если это мясо птицы, то это не говядина. Говядина – это что? Это мясо кого-то? Свиней? Говядина. Ну, вот видите, вы знаете же. Вот, учитесь. Она знает. Сейчас можно было выделиться, а вы... Она ждала свой момент, и вот она сейчас выиграла. Потому что она оскорблена, что такое, вот, пишет, понимаешь, ли говядина, когда сосовывают туда птицу. И так в основном. В основном из чего? Ну, я еще вот после реформы 1965 года, когда основными показателями стали не номенклатура продукции и не себестоимость, то есть затраты, которые надо понижать. По снижению себестоимости оценивали и премии давали. А стали объем реализации продукции, чем дороже продаж, тем лучше. Тем больше тебе премии дадут. Чем больше цены установишь. Ну, вот. Вот с этого момента и пошло. И состав колбасы тогда, еще в те годы, был такой. Ну, мясо есть. Есть. Жир. Ну, это, да, он что будет, разрастается, этого жира все больше. Дальше там что? Крахмал. Ну, ничего плохого с вами не будет. И крахмалчик это вы едите. Здесь картошечки его делаете, что такого страшного. Костная мука. Тоже ничего страшного с вами не будет. Вот берем вот такие маслы, знаете, от здоровых. От коробок, вот такие маслы. И на мельнице, так, мелко-мелко превращаем в костную муку. И в колбасу. А вы думаете, что такая невкусная колбаса? Это же не яд, костная мука. Никакого ряда вам не принесет. Никакого. Пользы, правда, тоже никакой не принесет. Ну, вот если треть ее набухает в колбасу, треть колбасы, это вот будет костная мука. Кушайте ее, все хорошо. Ну, цвет сделают, не беспокойтесь. Тут у нас все хорошо, с красками у нас отлично. Вот. Дальше идет нитрит, нитрат, поташ и казеинок, натрий. Ну, это давно так было. Сейчас, вы почитайте метким шрифтом, что написано, прежде чем покупать. Это страшное дело. Потому что у нас люди честные. Вот эти самые белорусские товары продают, не указывают, из чего состав. Ну, все такое. Нехорошо. А у нас, честно, что пишут, что тут мяса нет. Нет. Вот тут нету этого. Говяры нету, там говядь нету. Потому что это товар. Потому что не то важно, что я делаю, а то важно и от вас, что я от вас получу. Правильно? И чем больше я от вас получу, тем лучше. Поэтому мелкий буржуар, он, а, трудящийся, то есть он как рабочий прямо, он так же работает, все то же самое делает. Но его задача какая? Он к чему стремится стать, как буржуар. Чтобы не работать, а деньги получать, эксплуатать. Ну, у меня не получается. Вот если получится, он будет буржуар. Или маленький буржуар сначала, потом побольше, потом еще больше и так далее. А до этого он мелкий буржуар, целый слой. И вот сейчас говорят, средний класс, средний класс. Вот он в этом смысле средний. Самый средний, потому что он и трудящийся, он и собственник, он его эксплуатирует, эксплуатирует ее элементарно. Вот вы выращивали лук на продажу, а я приехал из города. Я говорю, ну что вы поедете в город? Места на рынке нету, там же все куплено на рынке. А я вам живые деньги сейчас даю, ничего не надо дергаться. Вот вы сейчас сидите, вот сейчас я вам денежки отдам по 60 копеек за килограмм. И вы все. А сам я по 60 рублей буду продавать. И люди, которые сидят эти, у них высокорослые руки, они, значит, добывают эту морковку, капусту, все делают. Ну кто они на рынок приедут, что они там могут? Ничего не могут, поэтому они думают, ладно, отойдем. И получается, что он 8 часов затратил, у него 6 часов забрали труда. Вот тот перекупщик. И остается у него 2 часа. То есть для того, чтобы эксплуатировать крестьян, нет проблем. Не надо никуда нанимать, в рабочих не надо превращать. Просто перекупщик их эксплуатирует, спекулирует. Берут по малой цене, по большой продают. Вот и вся их заслуга. И это сплошь и рядом у нас делают. Сплошь и рядом везут не свое. Сами они ничего не делают. У нас вот сейчас откроют всякие упаковки. Допустим, тыквенные семечки. Ну тыквы, наверное, у нас навалом в России, да? Ну и откуда эти тыквенные семечки чищены? Как они привезены из Китая? А там эти крестьяне делают. Ну мелкие такие. У нас такие вообще не растут. Таких тыквенных семечек я не видел, чтобы кто-то и продавал. А тут вот и очистили. А эти упаковки пишут. О, такое-то. О, там заряда монет. И все, пожалуйста, называйте как хотите. Никто не спрещает. Ну вот три класса. А есть, так сказать, такие слои, которые не самые основные, вспомогательные. Поэтому они как бы не называются классами, потому что они или одним служат, или другим, или третьим. То есть они вот. Есть люди образованные. Это кто? Образованные люди. Как они называются? Интеллигенты. Носители знаний. Вот кто-то, у кого-то самое. То есть, скажем, рабочие, это типичный рабочий, средний. А вот интеллигенты, наоборот, чем больше знаний, тем больше интеллигентные люди, да? Тем больше. Больше знаний приобретаете, тем больше у вас интеллект. Вот и мы с вами мучаемся над подъемом интеллекта. Ну, такая задача у нас стоит совместная. А кто плохо будет заниматься, там, бацан, экзамене, что-нибудь плохое поставил. Чтобы знал, чтобы старался интеллект свой поднимать, поднимать, поднимать. Ну вот, уже мы подошли к тому, а есть еще и классы коммунистического общества в первую базу. Эксплуататоров нету, вот, скажем, после 36-го года не было никаких эксплуататоров. Ни кулаков в деревне, ни буржуазии в городах. Ну, единицы были, а массе нет. То есть, поэтому. А рабочий класс был, и христианство было. Это два. Это еще деление какое? Деление по тому, чем занимаются, да? Интеллигенция была. Интеллигенция, вот она не класс, но от класса отличается. От рабочего класса интеллигента отличается. Значит, деление между рабочим классом и интеллигенцией классовое. То есть, интеллигенция-то не класс, а деление-то классовое. Мы класс одни отделяем от тех, кто классом не является. Вот такая, значит, картина. Мы дочитаем, что Маркс писал. Интересно же, что Маркс такое про себя написал. Так вот, он написал, что буржуазные историки задолго для меня изложили историческое развитие этой борьбы классов. Борьбы классов изложили, историческое развитие. А буржуазные экономисты, экономическую анатомию классов. А то, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Это вот мы до этого дошли в прошлый еще раз. Второе, что классовая борьба необходимо ведет в диктатуре пролетариата. А вы этому еще не дошли. Может, мы через перерыв дойдем. И третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Вот все, что сделал Маркс. Сочинение Маркса Энгельса, издание второе, том 28, страница 424-427. Вот, что мы с вами узнали про это дело. Так что это, в связи с чем буржуазные историки открыли? Дело в том, что буржуазные феодальные историки и феодалы почувствовали, что приближается революция. А в чем состоит революция? Их революция мало волнует. Они могут потерять власть. Какую? Феодальную власть свою. Помещики и феодалы в Франции, феодальные Франции, почувствовали, что они потеряют вскоре власть. И что нужно делать, если вы чувствуете, что можете потерять власть? Надо предпринять меры, чтобы ее не потерять или удержать. Хотя бы оттянуть этот момент, по крайней мере. Поэтому выступили историки феодальные, раньше всяких буржуазных. Но феодальные-то основные были историки, а буржуазные только еще появлялись. И вот эти самые, которые писать начали в интересах буржуазии. То есть прогрессивные историки. А вот феодальные историки начали доказывать, что управлять могут только благородные. Вот у вас папа кто? В смыке. А? В смыке. Ну какая профессия у него? Ну инженер. А? Инженер. Вот инженер. Видите, а у меня папа граф. Значит, кто должен управлять? Раз он граф, то я уже к этому графскому делу, младенчеству приучен. Правильно, если это? А у вас папа князь? Нет. Нет? Должен в межреже не развединиться. А у меня папа барон. Видите разницу? И вот. И поэтому, а чем выделялись эти феодалы? Они детей учили очень хорошо. И дисциплина была. Посмотрите, как в лицее учили там. Ну, там очень строго. Рано встали. Занимаются, занимаются, занимаются. И все. И учат, как стихи слагать. И учат одну науку, вторую, науку, третью. У нас вообще по сравнению с лицеем вообще рай. Сейчас. Хочешь ходи, хочешь не ходи. То есть как бы запрещено не ходить. Ну, и ничего них у вас не накажут. Девушка говорит, ну, не хотите получать знания. Ну, это все равно, что человек не хочет кушать. Ну, пусть и не кушает. Это его дело. Пусть он умрет с голоду. Это выяснится потом, что он умирает с голоду. Потому что выяснится, ясно, как он занимался. Потом так и будет работать. Это понятно. Вот. Поэтому нам студентов бить запрещено. За то, что они не ходят на лекции. И вообще, вообще, и ругать даже. Я вот вас когда-нибудь ругал? Никогда. Но если вы пришли на лекцию, спасибо вам большое. Вот видите, как-то. И вам приятно, и мне хорошо. И вы. А так мы с вами, значит, я бы сказал. Вы такие, чеки, не ходите. Я бы на вас ругал все. Я бы вам и не доволен. Вы мне недовольны. Зачем нам это нужно? У нас дружба с вами. Тем более вы историк. Я философ. У нас историческая философия, философская история. Красота. Я вот лекции по философии и истории читал. Так у нас было хорошо. Пока не сняли пятый курс, на котором я и читал. Ну, вместе со всеми курсами, какие там были. Философия и истории я больше не читаю. Она улетела. Или, скажем, историкам я не читаю философию. Почему? А у них и философия улетела. В этом году улетела. Потому что вы от меня вживую слышите лекцию. В этом есть некоторые преимущества. Потому что я сначала спрашиваю, чего вы не знаете. Потом говорю. А что я буду рассказывать то, что вы знаете? А если я вот сейчас запишу, вот сейчас посадят людей. Они же потом, или эти лекции появятся, и будут, так сказать, вы знаете, вы не знаете одно и то же. Как все говорят. То есть это что такое? Это заочное отделение. То есть ваше очное, если только в переводе, уже оно заочное. А мы сейчас с вами тут на очном находимся. В том. Вы же меня видите очно. Видите очно. И я вас воочию вижу. Вот это очное занятие. А когда я вам сейчас вот, сейчас пришел на экране, сейчас будет. Вот это было бы заочное обучение. Ни вопросов, ни с вашей стороны, ни с моей, ничего. Хотя по идее, я думаю, вы догадываетесь, что преподавание должно быть с учетом того, какие есть знания, чтобы ответить на все вопросы, по которым есть какие-то, отсутствие каких-то знаний, чтобы их восполнить. А иначе, если знания не будешь пополнять, так сказать, без основы нельзя пойти дальше. Так вот, разные, то есть феодальные историки стали доказывать, что поскольку феодалы с малолетства готовятся к управлению государством, вот они это и подготовят. А другие, которые неблагородные, вот как вот я вот вас спросил, вы неблагородные, значит, вы же там, если вы крестьяне, то вы, значит, наверное, умеете хвосты крутить, только коровам, да за свиньями ухаживать, как вы можете управлять государством? Никак не можете управлять государством. Вот они это и доказывали. Что управлять могут только благородные, если у вас папа не король, и не князь, и не барон. Не можете его управлять. И вот тут началось невиданное. Выступили буржуазные историки и начали доказывать, они не стали доказывать, что только буржуазие могут управлять, иначе это было бы просто зеркальное отражение того, что они же были прогрессивны, они стали доказывать, все представители любых классов могут управлять. Они же были из-за освобождения буржуазной историки, из-за освобождения крестьян. Они же сказали, все могут управлять. Другое дело, что все-то могут, а управлять-то стало буржуазией после буржуазной революции. Но вклад был в историях, в буржуазных, в науку в том, что все могут управлять. А когда, они не сказали. Ну, кто-то вот вот эти буржуазные историки знали. Ну, будет время, когда и рабочие будут управлять там при социализме. А может, недолго, это будет снова контрреволюция. Но это уже не их дело. Они, главное, что внесли мощный научный вклад. Вот французские буржуазные историки. Фамилии можете запомнить или записать. Сьерри, Менье и Гизо. Вот если вы наберете теперь, вот, располагая вот этим тем, что я вас не смог отнять, поскольку я чувствовал, что вы так уже напряглись, и как бы вцепитесь мне в глаза. Поэтому мне сказали, только не делитесь с женщиной, останьте ей без глаз. Это страшное дело. Так что, вы наберете, и сразу получите с Иерри, Менье и Гизо. И что они писали, и как говорили. Поэтому вот это в отличие от других людей, которые этого не знают. Вот то, что я вас сегодня спрашивал, вы можете у своих коллег поспрашивать, а вы человек знаете, классы кто открыл? Не знаю. А мы знаем. И все. Ну вот у меня эти историки на катом курсе, они отвечали. Я их спрашиваю, кто открыл классы. Я говорю, как теории, Менье и Гизо такие. То есть были неплохо. Там эти лекции были в лектории. Красота. Мы знаем, кто открыл классы, а принцип какой. А принцип мы должны с вами все уже уточнить, чтобы было ясно. Какой принцип деления на классы общественные. Значит, как можно? Мы уже говорили, что там есть поверхностные такие виды. А вот что вы сейчас подумали? Если вы что-то вот это подумали, это у вас к этому классу. А если не это подумали, к этому классу. А завтра передумали, и опять я остался ни с чем. То есть надо что-то основательное положить в основу этой классификации. А что у нас основа общества? Мы это уже изучали. Что основополагающим является человеческая история? Духовное производство или материальное. Для того, чтобы заниматься наукой, искусством, историей. Что нужно делать? Есть, пить и одеваться. Вот у нас была лекция на тему, определяющая роль бытия и сознание, определяющая роль бытия. А бытие это материальное производство. Значит, если я хочу основательное неделение на классы провести, значит, надо не по тем мыслям, которые у вас в головах, а тем, а по тому, какое вы положение занимаете в производстве. То есть деление на классы общественные – это деление по положению в производстве. И вот мы сразу с вами увидим, что деление на рабовладельцев и рабов, одни работают, а другие заставляют их работать. Ну, у нас такого вот прямо сейчас нет, но бывает такое, что вот если я вам, так сказать, дал вам такую работу, а потом прихожу и говорю, два часа уже смотрю, как вы не можете выкопать канаву. Кто-то смотрит, а кто-то копает. Ну, такого у нас сейчас нет права наказывать тех, кто не выкопал. А вот с рабами – это ведь короткий разговор, правда? Не выкопал канаву. Да раз – я его мечом изрубил, голову отек, и все. Поэтому канавы быстро копали и водопровод создали. Водопровод, построенный рабами Рима. То есть необыкновенные там дворцы, изумительно, дороги там и прочее. Храмы красивейшие там, в Греции приедешь, это чудо там. Акрополь прямо, вот колыбель человечества. Там, правда, сейчас ремонтирую, заменяю некоторые уже совсем износившиеся. Под контролем музеологов. Под контролем, так сказать, заменяют, чтобы это было хоть и новодел, но он так вот, прямо такого же цвета, мрамор вставляет, вместо тех кусков, которые просто от времени разрушились. Мрамор-то не такой уж. А вот там как хорошо ходить-то по Афинам, там как у нас бетонные поребрики, в которых, так сказать, если ты пойдешь, зацепишь, это поребрики, и туфлик, и ботинки испортишь. А там поребрики мраморные. Идешься, и так, прям, как будто ты плывешь, идешь, как ропает красота. Ну вот. Это вот, ну а если это феодальные общества, у феодалов какое положение? Они должны заставлять крестьян работать. А у крестьянка какое положение? Они должны обеспечивать жизнь тех феодалов, которые заставляют их работать. Правильно? Кто должен обеспечить? Кто должен работать? Потому что это люди благородные, они все знают, они образованные. А это темные же крестьяне. Так они темные пускай свиней разводят. Чвинопасы будут. Коров пускай разводят. Молочко добывают. Ксеницу пусть сеют и выращивают на барском поле. А тогда мы разрешим и у себя тоже сеять. Вот поработаете три дня на барском поле, тогда можете свободно. Это вот вы сейчас не представляете, какая была жизнь. Представляете, я вам буду сказать, неделю, вот семь дней, три недели, три дня из них работаете на меня на поле. Я вам покажу, что делать. У меня есть. У меня есть участок в Разливе, историческое место в Рекрас-музелке, рядом музей, историко-культурный комплекс Санкт-Петербург, СПБ, ГБУК, Санкт-Петербургский государственный бюджетный управление, учреждение культуры, историко-культурный комплекс в Разливе. Вот рядом, в пятиминутах прямо там. И вот у меня там участок, и вы у меня будете три дня работать, а за это вы можете потом у себя четыре дня работать, что хотите делать. Представляете, какая свобода? Четыре дня можете, что хотите делать. Может, ничего не делать, но вы умрете, если ничего не будете делать, потому что то, что вы вырастете у меня на участке, это я буду есть. Правильно? У меня тоже есть семья, у меня внуки есть. Ну, есть кому съесть. Если будет что-то лишнее, я и продам. А вот, а вы, вот эти четыре дня, уж как хотите, можете просто гулять. Ну, наверное, вы знаете сказку про старикозу и муравья. Ты все пела, это делала, пойди поплеши. А потом этот никакой муравей ничего не даст. И вымирают лучшие люди наши, если они не поработают. Поэтому, как бы, такое очень прозрачное общество, вот с точки зрения понимания, такое отношение между классами, ничего не замаскировано здесь. Вот и рабовладение тоже честное общество. Вот если, скажем, вы рабовладелец, а я раб. Ну, тут все ясно. Если я не то сказал, вы можете меня тут же проткнуть и все. Правильно? Не понравилось я тебе. Или вопросы. Вот давайте, говорит, я буду вас обучать, поскольку я-то, я-то, как стал арбом, я был вождь племени, которое вы победили. Так что я-то знаю, еще у меня есть знания. У меня-то знания, а у вас меч. И вы, если что, не понравилось, таки, как я там выступил, раз и все. Вот хорошее было время. В каждом смысле. А сейчас с этими преподавателями тяжело. Они все норовят сами, как поступают, как рабовладельцы, относятся к этим студентам несчастным. А студенты, это как раз это будущее. Мне внучка сказала, говорит, мы должны быть лучше вас. А если, говорит, мы будем хуже, зачем вы бы нас родили? Я-то подумал, действительно, на чем ответишь? Это легкий. Но вы-то должны быть умнее же меня, если вы моложе, правильно? А иначе зачем тогда вы моложе, если вы не будете умнее меня? Вот подумайте сами. Логично. Вот. А при капиталистическом обществе еще лучше все. Нет никаких. Все свободны. Все полностью свободны. Допустим, я не свободен, у меня фабрика, а вы свободны. И вот вы гуляете день, второй, третий. Но вы свободны от всего, в том числе от еды. И на четвертый день, вы нагулявшись, посмотрели, как бы добыть-то. А бы добыть только еду в разном общении, как можно? Пойти купить. А вот деньги есть? Нет. А как их получить, если вы не буржуар? Ну как, как? Приходите ко мне на завод. И люди скажут, да еще вы же у меня знакомый, Михаил Васильевич, у вас есть работник? Есть. Ну у нас столько зарплаты, так туго. Туго. Вы подумайте, погуляйте еще. Вы погуляли-погуляли, а куда вы денетесь-то? Кушать-то хочется? Придете? Ну что, подписываем договор? И сейчас договор отписывали. Так сейчас вот не подписывают, сплошь и газом, так вот даже не оформляют. Но все равно в кодексе записано, если фактически доступ к работе, к равносилен заключению договора. Он не подписан, но заключен. Фактически. Если я вас допустил к работе, на меня, в моих интересах. Договор заключен. Статья 61 Трудового кодекса Российской Федерации, об этом почти никто не знает. Люди думают, ну я работаю без договора. Да ты просто не оформили себя. По договору ты работаешь. Поэтому можно заставить через суд оформить договор. Буржанное общество. Буржанное общество, там же есть право. Право. Чтобы эксплуатировали по-честному. А по-честному это как? У вас есть? Вы что продаете у меня, если вы? Уржанное общество. Я вас не покупаю. Так если вы были крестьянкой, я бы вас купил. А если вы не крестьянка, то я не вас не могу купить, не вас. Я могу купить что? Когда я вас нанимаю работу, что я покупаю? Условую рабочую силу. Да, я покупаю вашу рабочую силу. А рабочая сила это способность. А все способности. Вот я ее покупаю на 8 часов в день. А дальше вы как птица свободная. Все остальное. Вот когда начнут там вечер, или рано утром вы еще свободные. Пока вы едете в трамвае, или еще, или пешком идете, вы еще свободны. Только пришли, что вы даже делаете? Строго выполняете. Все распоряжения. Все к начальникам, какие там есть на фабриках, и на доводе. Инженеры, они тоже что-то могут там задавать. Но у инженеров там начальник над ними стоит. И люди. Правильно? И вот они знают, что такое. И вот на работе там все, там никакого обсуждения нет. Приказ директора, начальника производства, начальника цеха, главного инженера. Главный инженер сказал, и все, забежали. Так что, а в чем ваше, так сказать, богатство? Вернее, не ваше богатство, а мое богатство. В чем? Если я капиталист. А в том, что вы можете создавать стоимостью больше, чем стоимость вашей рабочей силы. Ваша, допустим, стоимость рабочей силы укладывается в два часа. А сверх этого вы еще вот столько часов работаете на меня. Это называется так. Сегодня точная цифра, сегодня такая. Сегодня за стоимость выраженной зарплаты рабочие вырабатывают за один час. а за остальное время, то есть сверх зарплаты, они работают еще семь часов. Вот семь часов, если вы у меня работаете, вы работаете на меня, один час на себя. Вот такая у нас картина в сегодняшнем, в сегодняшнем том самом капитализме в России. Вот такая получается вещь. Вот это классы буржуазного общества. А мелкобуржуазеи, мы о них уже говорили, они у нас тоже есть. И говорят, что мы поддерживаем мелкий бизнес. А как его поддерживать? Вот ларьки были в Ленинграде. Около станции остановок, автобусов, трамваев. Выходишь, и прямо в ларечке дешевые, прямо то, что нужно, ты можешь купить. И они существуют, эти мелкие буржуазы, и вам неплохо. Потом, дорогая Валентина Ивановна, когда у нас была губернатором в Санкт-Петербурге, сказал, что эти все ларьки сначала посчитали, на каком они расстоянии находятся от остановки трамвая. А потом издали распоряжение губернатора, что все ларьки убрать, которые на расстоянии меньше пяти метров. Ну и пришли люди с болгарками и порезали эти ларьки. И все. Это первая поддержка мелкого бизнеса. Значит, в Москве как поддержали мелкий бизнес? Сначала вы в Москве были, наверное, видели там у станции метро, такие были ларьки, и такие. Зайдешь в переходы, где все продают, можно всегда выбрать, что хотите. Вот. Ну, одно время я как-то приехал в Москву, вся Красная площадь вставлена ларьками. Ну, это эти. Ларьки, правда, металлические, такие, однотипные, но вообще никак. С Василием Балаженом никак не гармонируют. Там музеологов на них не было. Все с ума сошли. Это вообще Красная площадь музей действующий. Это что делать? Ужас вообще. Или там курсы делаешь, там зимой котов. Ну, у нас тоже был котов. У нас хоть пустырей-то нету в Ленинграде. У нас только дворцовую площадь надо заливать. Я, например, в детстве катался в Московском парке Победы. Там здоровый котовый. Залил и все. Какие проблемы? У нас все мало стадионов. И нет. Ну, когда отпилили головы этим орлам, которые, значит, на загородке около Александрийского столба, когда музеологи возмутились вообще и это безобразие прекратили. В Москве, я не знаю, прекратили это безобразие или нет, когда выходишь из вот этого центральный ярмарк Москвы ЦУМ из него выходит и прямо вот и на каток. И вот тут прямо вот они катаются около... А, или ГУМ. ГУМ, да, около ГУМа. И катаются на катке. Красота. Около Мавзолея. Отлично. Отлично просто. И тут все эти башни кремлевские. Красота. Можно цену-то установить побольше такой каток. Каток-музей. А что у нас не сделают? У нас вот сделали просто тоже у нас кругом музей. И вторая сторона уже, главный штаб тоже переданы Эрмитажу. Поэтому у нас прямо вот вокруг музея в середине каток. Красота. Ну вот это все испортили. Теперь нет такого катка. В Москве, думаю, тоже уже нет. Есть, да? Ну, слава Богу, столица. Столица у нас. Мы гордимся. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. А почему золотая? Потому что 80% денег там. Вот смысл этой песни. Сейчас там такой раскрылся. Короче говоря, значит, короче говоря, получилось, что мы с вами усваиваем, что главный принцип деления на классы принцип положения в производстве. А был товарищ Ленин, который это раскрыл подробнее. Положение в производстве это что значит? Это место в исторической определенной системе общественного производства. Раз. То есть в городе или в деревне, или в сельскохозяйстве, или в промышленности. Это существенно же, правда? На каком месте? Вот для вас существенно. Вы здесь сидите или здесь сидите? То есть место в исторической определенной системе общественного производства. Раз. Отношение к средствам производства. Большей части закрепленные и оформленные в законах. Большей части не обязательно закрепленные. Важно, вот если у меня есть трактор, а у вас нет, то я-то могу вас пригласить работать на моем тракторе. А вы меня не можете пригласить работать на своем тракторе. Почему? А у вас нет трактора. Вот и все. Поэтому, у кого есть средства производства, он может пригласить. Вы будете создавать продукцию и в восьмом часе я вам буду отдавать. Ну, деньги переведу и отдам. Остальное вас не касается, потому что вы продали свою рабочую силу мне. Душу вы не продаете. Душа с вами. А рабочую силу продают. А это меня не касается ничего. все, но на работе, на работе строго выполнение. Как вы говорите, не будете выполнять штраф, 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 штраф. Все, сразу зарплата, сразу признак. Так, значит, второй признак. Значит, первый место в историческом определенном системе общественного производства, второе, отношение к средствам производства, по большей части, закрепленное и оформленное у законов. Не оформленное и не ваше. Третье. Роль в общественной организации труда. Допустим, я управляю, а вы подчиняетесь. Видите разницу? Я вас организую или вы меня организуете? Кто его организует? Сейчас я вас организую. Так, роль в общественной организации размеры и способов получения той доли общественного богатства. Вот размеры, то есть, вот скажем, какие у нас размеры? Ну, вот мне товарищ только что прислал, у меня еще он здесь по фатсапу, прислал материал о том, что бывший вице-премьер первый, гражданин Шувалов огромное поместье свое за 100 тысяч рублей получил. За 130 тысяч рублей, которые стоят где-то миллиард 600 для представительских целей. Вот. И которые сейчас в это возглавляют. Но у него денег мало, поэтому мы ему подешевле и продали. У вас много вам подороже продают. размер и способ получения. Допустим, вот есть рабочий и мастер. Рабочий получает зарплату, а мастер получает еще деньги за что? За экономию фонда зарплаты. Вот если вы у меня работаете, мне деньги, премию дадут, если я меньше вам вы получу. То есть надо смекать, мне надо смекать. Как вам? Какие расценки восстановить? Не надо там сильно развивать. Иначе вы сейчас вы стройные такие, а будете вот такие. Зачем это вам? Это не нужно. Правильно? Вы должны быть стройные и красивые. А так вы говорите, ну, покупайте всякой еды, и потом вся красота пропадет. Нет, это мы не должны допустить. Мы заботимся о людях. Вон у нас разные государства заботятся нещадно. Полторы тысячи рублей. Я спросил, вот как раз вот когда преподавал на экзорическом факультете на пятом курсе, говорю, а сколько вы проживаете за, можете прожить на полторы тысячи? Девочка одна так подумала, серьезно так, и мне отвечали. Ну, неделю. И что, я говорю, вас в последний раз вижу, если мы с вами раз в неделю живемся, так если вам дают стипендию только на неделю. Я вот смотрел, уже все меньше, у меня вот еще двое осталось, еще двое, те уже умерли. А? Мы вымираем на кроваводке. Ну, естественно. Ах, ну, как? Ну, зачем? Кто придумал стипендии полторы тысячи? Это для чего? Ну, как вы думаете, для чего? Ну, не, ну, может быть, они о вас тоже подумали, но прежде всего надо было о ком подумать, о вас или о себе? О себе. Ну, о себе и подумали. А с кого взять? Ну, с несчастных, жалких, только с вас возьмешь, вы же не сможете побить этих людей. Там люди, у них и охрана есть хорошая, и все. Правда, тут вот сегодня мне тоже товарищ прислал в Волгограде один бедный пенсионер, который вот так обложили его в садоводстве. У него там теплица была, где он выращивал какие-то овощи. Такими деньгами, такими поборами, что он разозлился, сел на свою машину в Волгую газ. Поехал и 28 этих самых дорогущих машин, стоящих у здания администрации Волгограда, в труху размолотил. Причем этот газ ничего, почти он немножко так помялось, а эти, значит, какие перевернул, какие разбил в хлам. Ну, вот теперь его наказывать. Он говорит, ну и ладно, пусть накажет, зато я вам показал. Ну, вот это все-таки человек, вооруженный этим самым автомобилем. А у вас что на вооружении? Ну, что вы делаете вот этой штучкой? Ну, стукните меня по голове. Ну, будет у меня шишка. Ничего страшного не будет. У меня-то тоже, у меня гораздо боли. У меня на этот случай заготовлены более тяжелый прибор. В стране, давайте взвесим вашу, разве этим вот убить можно, а вашим только покалечить. Так что, вот так обстоит дело. Значит, итого получилось сколько приноков? Пять. Значит, отличаются классы, это большие группы людей, пишет я, отличающиеся по месту, по исторической определенной системе общественного производства. таких систем мы с вами набрали пять, правильно? Даже четыре, потому что в первобытном общенном коммунизме не было классов никаких, там не было этого разделения, это пометно. Поэтому никак там не разделишь на класс. У нас получается феодализм, раблодение, феодализм, капитализм и коммунизм в низшей фазе, когда еще классы полностью не уничтожены. Всего четыре исторически определенных системы общественного производства. Большая группа людей, отличающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства. Второе, по отношению к средствам производства, большей частью закрепленному и оформленному закону. Третье, по роли в общественной организации труда и по размерам и способам получения той доли общественного богатства, которой они располагают. Это определение находится в работе Ленина в Великий Почин. Маленькая, маленькая работа очень содержательная. Там вы можете прочитать не только про классы, еще и про неравенство мужчин и женщин, которые говорят, мы уничтожили, Ленин говорит, это вот правовое неравенство, права совершенно одинаковые. А женщина продолжает оставаться домашней рабыней. Ее привязывают к кухне и к детской работой и нервлющей, и отупляющей, и забивающей. Поэтому для того, чтобы сделать настоящее раненство, надо сделать общественные столовые, там ясли. А сейчас у нас с яслими проблемы, с детскими садами проблемы. Столовые совсем уничтожили, правда, опять они снова появились, но уже дорогущие. И так далее. И потом вы еще не знаете, чем вас там накормят. Хотя, все люди знают, что в санаториях и в пионерских лагерях прекрасно кормили, и прекрасно кормили в домах отдыха. Ну вот, эта культура потихонечку утрачена. Поэтому не знаете, что будет после того, как вы покушаете эту, так сказать, еду, которая приготовлена для чего? Для вас или для того, чтобы от вас получить деньги? Деньги. Чтобы от вас получить деньги. Поэтому сам бы ел, да деньги надо. Так, ну вот, у нас мы с классами разобрались. Понятно, что такое классы, общественные классы. У нас же не ботаника и не животноводство, а у нас совсем другое. И не полеводство, а у нас общественный класс. У нас социальная философия, социальное общество. Перерыв в 10 минут. После перерыва мы будем изучать самый классовый инструмент, который есть классом общества, самый классовый инструмент. скач. 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 Продолжение следует...